Актуальное интервью С этим госалкодзор вводит ограничения, как запрет продажи алкоголя в праздничные дни, выходные дни. Сегодня в Якутске открывается всероссийская конференция по антиалкогольной политике. То есть вот такие меры. Правда ли, что проблема с алкогольной зависимостью добавляет в статистику МВД, в части преступности, большое количество цифр? Да, сегодня для республики это актуальная проблема. Совершение преступлений в состоянии алкогольного опьянения. Ну и не только. Здесь можно связывать и с безопасностью дорожного движения. Ну что касается совершения преступлений в состоянии алкогольного опьянения, я бы сказал, мы на сегодняшний день по Российской Федерации входим в десятку субъектов, где очень высокий процент совершения преступлений в состоянии алкогольного опьянения. Мы на законодательном уровне выносили вопросы, чтобы ряд наших районов, потому что запрет мы не можем нести, например, по району, чтобы не реализовывалась алкогольная продукция, потому что это будет незаконно, прокуратура сразу же протестует. А когда граждане, на сходе граждан принимают решение о запрете реализации на территории улуса алкогольной продукции, это будет законно, и по ряду улусов районов такие меры по республике были приняты. Нас поддержало и законодательное собрание республики. И вот если посмотреть по статистике, то в этих районах произошло значительное сокращение преступлений в состоянии алкогольного опьянения. На сегодняшний день вот этими предпринятыми мерами нам удалось снизить количество зарегистрированных тяжких преступлений в состоянии алкогольного опьянения, количество совершенных преступлений против личности непосредственно. И если брать по водителям, то в этом году у нас было задержано около 8 тысяч водителей в состоянии алкогольного опьянения. Если сравнивать с прошлым годом, то где-то процентов на 8 меньше. Вот именно благодаря предпринятым этим мерам. Также мы в республике проводили ряд оперативно-профилактических мероприятий алкоголь. В результате было возбуждено 17 уголовных дел, выявлено более 600 административных правонарушений и изъято огромное количество не серфицированной алкогольной продукции. Потому что мы практически по всем фактам реагируем, когда погибают молодые люди и на месте происшествия мы изымаем алкогольную продукцию. Естественно, мы отправляем на экспертизу и пытаемся выяснять, какая алкогольная продукция пригодна к употреблению или непригодна, из-за чего наступила смерть. Поэтому мы эти мероприятия проводим и стараемся перекрывать полностью всю республику, особенно в зимнее время. Это северные территории, куда идет большой завоз именно некачественной алкогольной продукции, где реализуются на пределах 100 рублей. Никакая водка не будет стоить 100 рублей. Цена от 300 и выше идет, если нормальная алкогольная продукция. Так вот, как раз говоря о некачественной алкогольной продукции, то есть продажа алкоголя из-под полы, так сказать, это преступление. Ну, правонарушение, по крайней мере. Правонарушение, административное правонарушение. Не получится ли так, что в связи с вот этими нововведениями, запретами продажи алкоголя, мы наоборот получим увеличение как раз вот этих вот правонарушений, больше отравлений и неснижение, так скажем, общего числа преступлений? Марина, вы правильно затрагиваете этот вопрос, потому что, если учитывать истории, можно посмотреть на примере Соединенных Штатов Америки, когда был введен сухой закон, и с принятием его в разы увеличилась контрабандная завоза алкогольной продукции. Поэтому здесь, я считаю, что должен быть здравый смысл, выбрана золотая серединка, то есть во взаимодействии со средствами массовой информации, вот вы освещаете эту проблему, она тоже приносит свой положительный результат. А также здесь, наверное, ну, нужно воспитывать культуру питья в обществе в первую очередь, чтобы люди понимали, что есть определенная доза, которую, ну, можно употребить, но не пить до той степени, пока человек уже, ну, находится в таком состоянии, что себя не контролирует. Поэтому здесь все методы надо использовать. Владимир Николаевич, ну, всем известно сейчас, вот если говорить о статистике, да, то, что, да и не только о статистике, в принципе, в обществе говорят о том, что вот эти меры противоалкогольные, да, они показали, что, по крайней мере, молодое поколение, да, уже стремится к тому, чтобы вести здоровый образ жизни, не употреблять алкоголь и так далее. Здесь возникает вопрос, каким образом ведется борьба с бутлегерами. То есть, если в магазине подросток пришел и пытается приобрести алкоголь, у него могут спросить паспорт, то вот сейчас то, что у нас входит в моду распространения в интернете, значит, так скажем, интернет-магазинов, которые разводят алкоголь, в том числе и ночью, вот как здесь обстоят дела? У нас здесь занимаются этими вопросами в основном милиция общественной безопасности. Мы на постоянной основе мониторим интернет, полностью все сайты смотрим. Если появляются данные в сайтах о реализации алкогольной продукции, естественно, мы это все проверяем, направляем группой, документируем. И вот в начале выступления я сказал, что у нас было выявлено около 600 административных правонарушений, это как раз связанное с незаконной реализацией алкогольной продукции. А вот, допустим, если выявляются вот эти нарушители, так скажем, да, то есть какое наказание? То есть не будет ли так, что вот их выявили, наказали, штраф какой-то заплатили? То есть вот я, как незнающий человек, да, какие там штрафы предусмотрены, он, значит, переименуется и опять в интернете номер телефона поменяет и продолжит заниматься? Ну мы эту ситуацию мониторим, здесь, конечно, нужно, чтобы общественность тоже своевременно реагировала и нам сообщали. У нас есть телефоны доверия, и многие граждане, я благодарен им за то, что они своевременно звонят, мы сразу отрабатываем, и я требую, чтобы была обратная связь. Мы гражданину сообщаем, что по его информации или по заявлению, какая работа проведена, какие меры конкретные приняты к правонарушителю, и что дальше делается, чтобы этого не допускать. Скажите, а вот вы сказали о том, что снижается общее число преступлений, вот именно связанных с алкогольным опьянением, да, а в целом, если говорить, вот, допустим, правонарушителей, ну, давайте так скажем, в Якутске у нас, насколько цифра, допустим, уменьшается? У нас идет снижение на 3,2% по сравнению с простым годом. Вот именно совершение преступлений в состоянии алкогольного опьянения. Это уже, ну, позитивная динамика. В целом, если это не только алкогольное опьянение. Если брать по преступности в целом? На сегодняшний день оперативная обстановка, она контролируемая полностью по республике. У нас на сегодняшний день самый низкий уровень преступности по Российской Федерации, и ниже российского у нас на сегодняшний день 945 преступлений на 100 тысяч населения. По России 1150 и по Дальневосточному федеральному округу 1545. Если посмотреть динамики преступности, по 10 месяцев у нас произошел небольшой рост на 1,1%. Было совершено, зарегистрировано 10 557 преступлений за 10 месяцев. По структуре преступности здесь следует сказать, что преоплодает у нас это имущественные составы преступлений. Имущественных составов это 57%, в абсолютных цифрах это 5582 преступления зарегистрировано. Здесь увеличилось количество преступлений, совершенных иностранными гражданами на 37%, и в отношении иностранных граждан на 67%. Нас беспокоит то, что на сегодняшний день увеличилось на 40% совершение преступлений, связанных со всеми формами мошенничества. То есть сегодня преступники совершают преступления с других субъектов федерации, то есть дистанционно, и сложно они раскрываются. Буквально две недели назад министр внутренних дел Российской Федерации, генерал полиции Российской Федерации Владимир Александрович Колокольцев провел неочередную коллегию, где были поставлены вопросы как раз по увеличению раскрываемости телефонных мошенничеств. И сегодня благодаря вам, благодаря другим нашим средствам массовой информации, очень много в республике делается. Мы, если сравнивать по прошлому году, то большую работу очень привели, еще большую предстоит привести для того, чтобы информировать наших горожан, и они не попадались вот на эти уловки мошенников. Скажите, а насколько вам помогают в работе, помогают народные дружины? Сколько у нас их и по всей ли республике, охотные ли граждане? Федеральный закон об участии, 44-й федеральный закон об участии граждан в охране и общественном порядке, это долгожданный закон. Он, начиная с 2002 года в Государственной Думе, очень долго принимался. Но в 2014 году он был принят, и я считаю, что это громадное подспорье. На сегодняшний день у нас на территории республики действуют 102 добровольные народные дружины. Одно общественное формирование правоохранительной направленности, это в абсолютных числах где-то порядка 1800 дружинников, которые выходят на охрану общественного порядка и довольно успешно нам оказывают помощь. Владимир Николаевич, сегодня ваш профессиональный праздник. Мы с коллегами поздравляем вас, желаем вам успехов в работе. Спасибо, Марина, спасибо. Пользуясь случаем, я хочу сегодня поздравить с профессиональным праздником, днем сотрудников органов внутренних дел, всех сотрудников, наших уважаемых ветеранов, пожелать крепкого здоровья, оперской удачи, всего лучшего вашим семьям и всего-всего самого лучшего. Благодарю вас за беседу, еще раз поздравляю с праздником. И напоминаю нашим телезрителям у нас в гостях был министр внутренних дел республики Саха-Якутия Владимир Прокопенко. Оставайтесь на нашем канале и мы обязательно обсудим все самые важные темы. Всего доброго.